Всех приветствую на канале, канал о здоровом питании. Я думаю, что мои лекции вам будут полезны. Итак, какая сегодня тема? Тема сегодня о экзотических фруктах и овощах. Стоит ли вообще их есть? Нужны они нам в рационе? Какие-то биологические активные добавки тоже, вот эти вот в виде каких-то тертых ягод экзотических. Сейчас это очень популярно становится в наших странах. И стоят ли за ними гоняться? Они ведь стоят не маленьких денег. Смотрите, допустим, манго, например. Какие-то там, допустим, кокосы. Полностью заменить, допустим, на местные продукты я бы не рекомендовал. Ну так, это как баловство, знаете. Очень малое количество людей может их использовать в постоянном своем питании. Те люди, которые живут только в этих странах. Самое полезное, это когда в ваших регионах все растет. И вы можете этим пользоваться. Этими фруктами, овощами. Если вы живете, например, в центральном регионе своей страны. Ямлоки растут, груши растут, помидоры, огурцы растут, зелень растет. Вот это ваш основной рацион питания. Все, что с фруктами связано. Я сейчас не говорю о сегодня у лекции о мясе, молоке, рыбе и яйцах. Это другие лекции. Сегодня я просто хотел рассказать, стоит ли вообще использовать эти экзотические фрукты. Что такого в этих экзотических фруктах? Естественно, я не все сейчас буду перечислять экзотические фрукты. Их очень много. Папайя там и так далее. Да, они полезны. Да, если они выращены без химии. Это не ГМО. Это не генетиками разрабатывалось в лаборатории. Гены туда никакие не добавляли. Лягушки, либо северные рыбы. Чтобы они там лучше в каком-то климате росли. Там климат хороший. Там все это растет. В восточных странах и в большом количестве. И стоит это все недорого. Это все больше все-таки как баловство, например. Допустим, зимой в наших северных странах не всегда есть в магазинах хорошее качество яблок. И вот когда привозят, может быть, манго, например, там еще что-то. Да, вот в этих случаях можно ставить приоритет. Иногда их покупать. Так как, ну, сезон, например, начался в каких-то странах. В некоторых странах по несколько урожаев в год. Поэтому стоит рассматривать и использовать в своем питании. Летом, когда у нас арбузы, дыни, мандарины, апельсины. Мандарины в Абхазии могут расти и так далее. То есть, все это привозится, завозится. Ягоды различные. Очень много различных фруктов, овощей. И баклажаны, кабачки, помидоры, огурцы, лук, зелень. То есть, нам вполне хватит витаминов. Опять же, повторюсь. Не забывайте, что во фруктах, овощах и зелени очень много витаминов. Различных ферментов. То, что нужно нашему организму. В белковой животной пище там белки, жиры и углеводы в основном. Да, тоже там может быть есть какие-то витамины. Но самое большое их количество, которое легко усваивается. Легко вводится из организма. Все, что не нужно, это фрукты, овощи и зелень. То есть, туда входят также ягоды. Ягоды, если кто не знает, тоже фрукты. Там есть семечки. Опять же, напомню. Там, где семечки, это все фрукты. Сладкие и не сладкие. Просто их разделили для удобства пользования. Так вот. Экзотические фрукты лучше есть зимой. Когда в тех странах сезонность наступает, привозят. Естественно, есть страны, где все-таки больше ГМО используют. Лучше не покупать из таких стран. Наверное, в сезонных вообще не стоит применять. Если только есть какая-то тяга, либо дополнительные финансы на использование этих фруктов и овощей. Естественно, все получается не очень дешево. Когда с каких-то стран это все сюда привозится. В некоторых городах чуть дешевле, в некоторых городах чуть дороже. Во многих городах сейчас стали рынки убирать. Потому что государству неудобно их контролировать. Все-таки, если фрукты продаются в магазинах, их более легко контролировать. Но такого количества фруктов и овощей вы в магазинах не найдете, естественно, как на рынках. Например, да, приходишь на рынок, даже зимой очень много выбора есть. От дешевых до самых дорогих экзотических фруктов и овощей. Конечно же, государство думает, как ему легче сделать. А нам, простым потребителям, особенно тем, кто все-таки больше растительной пищей, сложно, конечно, ориентироваться. И таким образом мы попадаем в определенную зависимость, что должны пойти в какие-то магазины, где продают эти экзотические и фрукты и овощи не на рынках. И это иногда либо некачественные товары, либо очень дорогие. Так вот, что же такого в этих есть экзотических продуктах, чего нет в обычном? Там, на самом деле, ничего такого нет. Те же витамины, например, да, те же ферменты, те же смолы, те же эфирные масла, которые там содержатся, те же минералы есть и так далее. Опять же, немножко обрисую ситуацию, многие, может быть, не знали. Вот есть земля, например, да, есть сорт зеленого яблока, например, или манго, экзотический фрукт возьмем. Посадили в центральном регионе, например, России, там земля содержит определенные минералы, витамины. И в этом яблоке тоже самое будет, такая же концентрация. Если мы посадили это зеленое яблоко, скажем, в Украине, например, там другая земля, там другое количество будет минералов, витаминов содержать это яблоко. Если оно в Америке вырастет, третье будет содержание. И так вот любой фрукт, овощ, который вы выращиваете или вы где-то покупаете, то, что мы открываем в интернете, там написано калорийность, например, да, там сколько витаминов, ферментов содержит, да, там смол различных. Сколько витамина С, там группы В, например, витаминов, да, сколько минералов, цинка, там, кобальта, магния. Это все очень старые данные, старые исследования, сегодня они вообще не актуальны. Земля очень сильно обеднела, гораздо меньше содержит в своем составе в почве, да, и минералов, да. Естественно, часто добавляют какие-то, например, когда выращивают, там фосфор, калий добавляют, магний, например, да, то есть вот все, что добавляют, и вот эти компоненты больше будут присутствовать во фруктах, овощах, все, что растет на земле. Естественно, земля тоже должна отдыхать какие-то сезоны, если кто-то правильно это делает, и есть технологии, и люди это знают, фермеры, тогда фрукт, овощи будут не только красивые внешне, да, но и полноценен внутри. Также, когда в дикой природе это растет, конечно, это в стране полезно, даже, не знаю, в 10 раз полезнее, потому что там совершенно другие концентрации. Взять такую маленькую грушку дикую, да, которая где-то в горах растет сама по себе, и взять огромную грушу, еще вот такую выращенную где-нибудь в Америке, например, сравните эти две груши. Кто-то скажет, нет, в большой груши больше витамина, а почему в ней больше? На самом деле там ничего большего нет, она просто вкусная, там, с помощью генной инженерии специально сделала так, что она была сочная, вкусная, там, и так далее. На самом деле от нее даже зачастую ничем не пахнет, а вот эта груша дикая, она очень пахнет сильно, да, там, она маленькая, там в сотню раз больше витаминов, минералов содержится. Если взять помидор, например, какой-нибудь, там, ну, немножко в другие дебри сейчас уже ушел, да, чтобы вам понятно было, может быть, отдельные лекции стоит снять. Вот, большой помидор и маленькая помидор, клетка, клеток, количество там одинаковое, просто в большом помидоре больше воды содержится, клетка растянулась, как вот мы в спортзал ходим, мышцы просто пухнут, количество клеток же не изменяется, мы увеличимся в размерах, да, клетки просто разбухают, и межклеточные жидкости больше становятся, и внутри клеточные жидкости становятся, клетки просто увеличиваются. Также здесь можно взять маленькие помидоры, витаминов там столько же будет Поэтому нужно понимать Зимой можно иногда включать в рацион питания экзотические фрукты А летом надо есть местные Местные тоже долго хранятся Для этого можно погребы на даче оборудовать Потому что все дорого И чтобы не тратить большое количество денег на лечение, зимой меньше болеть Вот такие вещи оборудуются С лета собираются грибы, фрукты различные, сушатся Есть дегидраторы, кстати, классная вещь Можно самим сделать сухофрукты, бананы, яблоки, груши насушить Это супер вещь Это долго очень хранится Кто не в курсе, можете посмотреть на сайтах, почитать Я думаю, что будет очень полезно На самом деле, все зависит от нашей образованности Поэтому я делаю такие лекции Кто-то, если хочет, может на консультацию ко мне записываться Обращаться по любым вопросам Здоровье, питание, если хотите Далее, вот эти вот биологически активные добавки экзотические Ягоды, гольжи, например, да, там и так далее Что они супер полезны На самом деле, там ничего такого нет Малина в сезон, ежевика, также и насушить дегидраторы Можно там, если свой огород есть, тем более Или там у бабушки летом накупаете Все это сушится, либо замораживается Кстати, вот еще отдельную лекцию про заморозку Может быть, буду делать И будет вам очень полезно И вы будете понимать, что на самом деле Это достойное внимание Которое будет зимой на вас работать Достали из морозильника, съели Насушили С чаем, там, с кашей какой-то Очень здорово будет Помидоры, огурцы, яблоки, груши В принципе, можно круглый сезон купить Апельсины, там, грейпфрукты, бананы То есть, никаких проблем нет Какие-то ягоды, например, дорогостоящие И так далее, все это можно заранее, естественно, подготовить Сделать сухофрукты Насушив при правильной температуре В дегидраторе, чтобы температура Это полностью все не убило Поэтому в заключение просто скажу Зимой, когда мало фруктов и овощей Можно, да, использовать какие-то манго Потому что манго и летом, в принципе Для нас, для наших стран Экзотика, там, папайя и так далее А зимой вполне можно иногда использовать Также про гранатовый сок иногда Не забывайте, там очень много железа Очень полезно для крови Для поднятия гемоглобина Особенно женщин, которые через месячные Постоянно теряют кровь Итак, заканчиваю это видео Думаю, что информация была полезная Всего самого доброго Подписывайтесь на мой канал Всем удачи, до свидания